Держу в руках платку от Agony, это ZigBee Stick 4 версия для CC2652P, но это версия для вот такого E-Byte модуля E72, 2J4, M20 и обязательно в конце S1E, если это S1E значит внутри стоит CC2652P. Мне они пришли без бутлоадера или может быть у меня не получилось подключиться, я подозреваю, что где-то у меня неправильно все подключено было. Почему-то сложилась такая ситуация, что в нашей стране CH340C найти днем с огнем, то что называется. По CH340G пожалуйста, но там нужен еще кварц, а C без кварца и сюда нужна именно C. Поэтому едет мой CH340C с Китая ехать еще ему пару недель, но есть вот такая вот материнская оплатка для ESP32K, здесь есть CH340, здесь есть питание 3,3 вольта. Собственно мы получим RX-TX, мы получим питание, но скажу сразу, что моя попытка соединить вот это вот это и компьютер, не увенчались каким-либо успехом. Больше всего, что питания здесь не хватает, либо чего-то еще не хватает. Больше всего, что не хватает выводов дополнительных RTS, CTS, которые идут с CH340. Ну пока такое подозрение, а там посмотрим. Все-таки дождусь CH340C. Через этот модуль я пытался и прошить через BSL вот эту вот штуку. Да, я получаю сообщение о том, что стирание флешки типа начато, но ответа нет, извините. Все, Max больше ничего не добился абсолютно. Поэтому пришлось купить Seger'овский G-Link. И с помощью этого, естественно, клон, а не оригинал. 10 баксов в Украине, пожалуйста, за два дня он приезжает на LX я его взял. Что важно понять? Все распиновки только для этого разъема. Для этого разъема. Не для вот этого разъема. То есть, если вы возьмете распиновку с интернета, рисунки похоже напоминают именно вот этот вот разъем с вот этим вот ключом. И вот здесь будет якобы первый вывод. А он не здесь. Он здесь. Вот он. Вот это первый вывод. Вам обязательно нужно распиновку своего устройства и подключение смотреть по этому разъему. Вчера, когда я получил программатор, я удачно подключился, причем сразу все попрошивал. Обе платки свои прошил. Сегодня попытался устроить такую же историю. Не сложилось. И через полчаса ко мне дошло, что нужно зеркально коннектиться. Что на этот кабель смотреть просто нечего. Для начала нам придется скачать программное испечение. Программное испечение мы скачаем с www.secgear.com. Заходим на secgear.com. Загрузки. Ищем G-Link G-Trace. И здесь мы ищем G-Link Software and Documentation Pack. Скачиваем все это дело. Скачиваем естественно для винды. Вот он. Скачать. Соглашаемся. Ну и скачиваем. У меня он уже скачен и уже проинсталируем. Инсталируем и у вас появится вот такое вот огромное количество всего всего всего. Для того чтобы проверить подключилось устройство или не подключилось. Просто втыкаем все это дело в USB. И у нас появляется G-Link драйвер. Находим G-Link конфигуратор. И смотрим, что определился нулевой USB. Нулевой порт на USB. Иногда он может спросить о том, что устарел программное испечение. Типа давайте обновить программное испечение. Я сначала боялся, так как это клон. Но потом обновил. Все нормально обновилось. Больше приглашений обновиться не было. Все. G-Link у нас уже подключен. Идем дальше. Ищем G-Link Flash. Вернее G-Flash версия 6.98. Создать новый проект. Ищем наш target device. Указываем TI Texas Instrument. Ну и собственно у нас будет вот 2652R. Но на некоторых сайтах я видел рекомендацию, что нужно шить через 1352P. Я шил и так, и так. Разницы я особо не заметил в прошивке. Будет ли оно работать. Это я уже выясню чуть-чуть по ПЖ. 2652R отличается от 2652P тем, что в ПЭшке уже есть антенный усилитель. У нас ПЭшка внутри этого модуля стоит 2652P. Выбираем CC1352P. Так, target device. G-Tag 4 МГц. Пусть будет. Все. Определилось. Host Connection USB device 0. G-Tag обязательно должен быть выбран. Не SVD. Открываем наш файл, который будем зашивать. Загружаем нашу прошивку. Заходим на target connect. Внизу лог написал, что устройство чудесно за connection. 4 МГц. Найдено 2 G-Tag устройства. Делаем RS-чип. Стираем полностью. Выбираем меню target. Ручное. Программа и проверка. Программирование и проверка. Запускаем. За 0,8 секунд все отпрограммировалось. Так, старт верификации, конец верификации. Ну, в общем, все прошилось. Все прошито. И вот теперь после перепрошивки я спокойно могу флешить через bootloader. Пожалуйста, без проблем все флешится довольно быстро. Но у меня теперь появилось замечательное устройство G-Link, который может работать не только с программами сегеровскими, но еще и с Open OCD. Еще есть замечательная штука. Называется Open OCD. Open on Chip Debugger. Вот эта вот штука, во-первых, позволяет прошивать гораздо больше устройств, чем стандартные сегеровские флешеры. И она работает с большим количеством G-Tag всяких разных. С помощью Open on Chip Debugger, с помощью этого открытого проекта, вы можете флешить гораздо больше устройств и работать с гораздо большим количеством устройств. Скачивайте себе Open OCD. Я работаю под винтой, поэтому скачиваю вариант для Windows. Скачиваете, разархивируете в какую-то папочку. С помощью команды строки вы заходите в эту папочку, переходите. И дальше уже работаете именно конкретно с этой папки bin. Что нужно еще учесть? В папочке scripts будут лежать все конфигурационные файлы всего, чего можно шить. Я удалил все лишнее, что мне сейчас не надо, потому что их-то миллион, и найти, например, вот эти вот файлы довольно сложно. Вот наш TCC26X2 Launchpad. Смотрим. Здесь изначально стоит вот такая конфигурация. XDS-110KFG. У меня нет XDS-110, поэтому я буду шить через J-Link. Источник, находим файлик интерфейс J-Link, подключаем. Скорость тут была 5500, меняем на 4. Транспорт J-Tag, все, сохраняем. В J-Link конфигурации вы ничего не меняете, адаптер драйвер J-Link так и остается. Что нужно будет поменять, так это драйвера J-Link на WinUSB. Для того, чтобы поменять драйвера, а нам понадобится для работы с OpenOCD поменять драйвера, нам понадобится задик, ищем наш J-Link. Вот он, меняем на WinUSB. Все, заменили драйвера. И как раз после замены драйвера на WinUSB, у вас появится возможность работать еще и с OpenOCD. Все чудесно законнектилось. Теперь открываем TalNet. С помощью TalNet мы можем задавать какие-то команды и работать непосредственно уже с OpenOCD и нашим чипом. Команда Help все отлично показывает, что есть, какими командами можно воспользоваться. Нам нужна будет команда Program Reset-Refy. Выходим с TalNet и с помощью OpenOCD делаем прошивку нашего Hex-файла в наш чип. Для этого указываем ключик C и задаем команду Программировать такой-то Hex-файл с проверкой, с бросом и с выходом. Пару секунд, все прекрасно прошилось и все прекрасно запускается. Пожалуйста, можно пользоваться и OpenOCD. Причем возможностей там гораздо больше. На сегодня пока все. Дальше уже будем подключать это устройство либо к Windows, либо к Linux, либо к Raspberry Pi.